Новости из Израиля. С вами Альберт Векслер. Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа под кодовым названием «Нерушимая скала». С начала операции «Нерушимая скала» Израиль принял 300 новых репатриантов. Исторический экскурс – 1930 год. Армия обороны Израиля продолжает антитеррористическую операцию в секторе Газа под кодовым названием «Нерушимая скала» ЦУК-Эйтан. По данным пресс-службы ЦАЛя, с момента начала операции из сектора Газа было выпущено около 800 ракет. Более 600 из них упали на израильской территории, 160 были сбиты системой «Железный купол». Остальные падали на территории сектора Газа. В результате обстрелов свыше 20 израильтян получили ранения. По данным Министерства здравоохранения Газа, с 8 по 13 июля в результате ударов ЦАЛя по целям в различных районах сектора были убиты 135 человек. Около 1100 были ранены. Дорогие друзья, мы находимся на улицах Иерусалима, чтобы услышать у граждан Израиля, как они смотрят на события, которые происходят сейчас в Газе и в Израиле. Если я вчера ехала, и меня предупредили, что летит ракета, и я решила свернуть на другое шоссе, и там мне предупредили, что снова летит ракета, а у меня был в машине муж и еще жительница Украины, кстати говоря, гостя, то, как вы понимаете, ощущение не самое было приятное. И мне хотелось, чтобы это все быстрее кончилось. А как это кончилось, снова-таки должны думать об этом политике. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на обстановку в Израиле сегодня? Что происходит? Очень неприятно, очень страшно. Иногда кажется, что даже не хочется жить в этой стране, потому что постоянно что-то происходит. Но когда успокаиваешься, когда все проходит, понимаешь, что лучше места нет. Злые дяди кидают ракеты. А ты не боишься? Нет. Потому что наши солдаты охраняют. Добрый день. Как вы оцениваете ситуацию в Израиле? Мы путешествуем по Израилю, и пока не было проблем. Железный купол работает хорошо. А родственники смотрят новости и беспокоятся, спрашивают, как мы. Ну, мы сидим, как вы видите, пьем кофе. В Израиль все-таки стоит приехать посмотреть. В Газу, наверное, нет, но в Тель-Авиве и Эллад, да, Красное море, это очень красивые места. Я себя чувствую, не так, как говорят в телерепортажах. Я чувствую себя безопасно и свободно. В Израиль стоит приезжать. Сирена, оповещающая о ракетном обстреле, прозвучала около 22.45 в нескольких городах севера Израиля, на горе Шломи Рошаникра Аку. Обстрел ведется из Ливана. Пока не ясно, кто именно обстреливает север Израиля. По предварительным предположениям, это делают палестинские организации в Ливане. Проверяется причастность к обстрелу Хизбаллы. Отряд бойцов спецназа ВМС Шайетет Шлошесре в ночь на воскресенье 13 июля провел операцию в районе Судания, на северо-западе сектора Газа. Действия спецназа прикрывали боевые самолеты, вертолеты ВВС, а также корабли ВМФ Цагаля. Как сообщила пресс-служба Цагаля, целью операции был комплекс, где хранились ракеты, использующиеся для обстрелов Гуждана, Хашарона и Иосалима и окрестностей. В результате операции к комплексу был нанесен ущерб. При этом отряду пришлось вступить в перестрелку с боевиками Хамаса и исламского джихада. В ходе боя четыре спецназовца получили легкие ранения. С палестинской стороны были убиты не менее трех боевиков. Все участники операции вернулись на базу. Раненые спецназовцы доставлены в больницы. Хамас распространил лживое заявление, согласно которому израильский спецназ попал в засаду, в которой погибли пять военнослужащих. Палестинская ракета воспламенила склад ООН в Газа. Пожар разгорелся в складах агентства ООН по гуманитарной помощи недалеко от КПП Карни. Примечательно, что возгорание произошло из-за неудачного запуска террористами ракеты по Израилю. Она взорвалась на территории сектора, едва вылетев из пусковой установки. Между тем, в здании ООН в Нью-Йорке созывается заседание Совета безопасности, посвященное ситуации на Палестино-Истральском фронте. Пресс-служба Министерства абсорбции сообщает, что с момента объявления о начале операции «Нерушимая скала» в Израиль прибыли около 300 новых репатриантов. Министр Софа Ландвер и генеральный директор Министерства Алии и абсорбции Одет Форер посетили центры абсорбции на юге страны, чтобы убедиться в том, что репатрианты получают всю необходимую помощь. В сообщении пресс-службы говорится о готовности Министерства Алии и абсорбции к приему новых репатриантов во всех отделениях Министерства на территорию Израиля. Ракетные обстрелы не повлияли на график работы служащих в региональных и городских отделениях. Все репатрианты по прибытии в Израиль получают подробный инструктаж службы тыла о поведении в чрезвычайных ситуациях. Репатрианты и вернувшиеся в страну после долгого отсутствия израильтяне, проживающие в зоне обстрела, могут получить необходимую информацию и полагающуюся им помощь в любом отделении Министерства абсорбции. Начальник генерального штаба армии обороны Израиля генераль-лейтенант Бенни Ганс утвердил 9 июля план наземного этапа операции «Нерушимая скала» в секторе Газа. Премьер-министр Бенемин Нетанягу в ходе поездки на юг страны заявил журналистам, что хотя решение о наземной операции еще не принято, Цагаль готов к любому варианту развития событий. Операция будет расширяться до тех пор, пока не прекратятся обстрелы нашей территории, заявил глава правительства. Газета Израиля Йом сообщает, что Цагаль уже начал накапливать силы на границе сектора Газа. Напомним, что 8 июля Кнесет разрешил Цагалю провести мобилизацию 40 тысяч резервистов. На текущий момент были призваны около 15 тысяч человек, которые должны будут заменить регулярные подразделения, перебрасываемые к границам Газы. Исторический экскурс 1930 год. Это неблагоприятный год в израильско-британских отношениях по отношению к земле Израиля. В этот период евреи чувствуют, что Англия предает их и шаг за шагом отступает от обязательств, изложенных в декларации Больфура от 1917 года. Сначала приходит комиссия по расследованию, изучая причины арабских восстаний 1929 года, и в качестве первичной причины определяют еврейскую иммиграцию и поселение. Комиссия постановляет британскому правительству запретить крупномасштабную еврейскую иммиграцию. Старший британский чиновник, сэр Джон Хоуп Симпсон, был послан в британский мандат для применения постановления комиссии на деле. Его предложения носят еще более односторонний характер. Запрет на будущее расселение евреев на территории и улучшение условий жизни арабов. В октябре британское правительство выпускает Белую книгу. Этот документ устанавливает, что для еврейских поселений земель недостаточно, и что еврейскую иммиграцию следует ужесточить. Бен-Гурион предлагает объявить войну против Британии. Доктор Хаим Вайцман слагает свои полномочия президента сионистской организации и председателя еврейского агентства. Это были новости из Израиля. С вами был Альберт Векслер. Пишите нам ваши пожелания и вопросы по адресу на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова